Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вас приветствует Ирина. Спасибо, что вы снова с нами с Russian in Context. Итак, начнём. Размышляя на тему развития личности, сразу же на ум приходит одна знаменитая поговорка, которую вы, возможно, уже слышали на русском или же на своём родном языке, а именно «Век живи, век учись». Мы часто употребляем её в бытовой, а также и в литературной речи, что я никогда не задавалась вопросом, откуда она происходит. А теперь рассмотрим её происхождение. Происхождение. Здесь я имею в виду, как появилась эта поговорка, кто её первым сказал или написал. Римский философ и государственный деятель Луций Аней Синека в своих нравственных письмах к Луцилию написал «Век живи, век учись тому, как следует жить». Эта фраза и стала позже знаменитой поговоркой. Луцилий являлся другом Синеке. Ну а кем же является сам Синека? Давайте коротко рассмотрим его жизнь. Синека родился на территории Южной Испании более двух тысяч лет назад и получил образование в Риме. Его отец был известным римским писателем. Синека был противоречивой личностью. С одной стороны, он являлся, то есть был человеком, имеющим богатство, славу и власть, а с другой стороны, он являлся писателем, поэтом и философом, а также был воспитателем юного, другими словами, молодого императора Нерона. Современники ценят Синеку за его мудрые высказывания, а именно за его мысли, которые не теряют свою актуальность и сегодня. Книги с его трудами, то есть с его письменными работами, печатаются и продаются до сих пор. Прошло несколько тысячелетий, а его знаменитая фраза очень актуальна и в наши дни. Рассмотрим поподробнее и точнее значение этой пословицы. Век живи, век учись. Век означает «в течение жизни». В течение своей долгой жизни человек должен постоянно учиться чему-то новому. Мы рождаемся, учимся ходить и говорить, потом идем в школу, после окончания школы получаем профессию, затем повышаем свою квалификацию. И так всю жизнь. Мы учимся всю жизнь чему-то новому. Мир и его технологии развиваются с огромной скоростью, что мы даже иногда не успеваем идти в ногу со временем, изучив все новшества или современным языком хай-тек. Идти в ногу со временем означает быть в тренде, быть современным или прогрессивным. Должна сказать, что эта пословица присутствует практически во всех языках мира. Например, в английском она звучит так. А как она звучит на вашем языке? Есть ли похожие по смыслу выражения? Вот еще несколько строк из письма Сенеки к Луцилию, которые я хотела бы зачитать вам. Поспеши, Калуцилий, что бы ни случилось с тобою того же, что и со мной, и не пришлось тебе учиться в старости. Спеши тем более, что ты взялся учиться тому, чему в старости едва лишь обучишься. Ты спросишь, намного ли я преуспею? Настолько, насколько приложишь силы. Чего ты ждешь? Знание никому не дается случайно. Сенека был прав. Знания никому не даются случайно. Мы в чем-то можем преуспеть настолько, насколько сами приложим к этому силы. Глагол «преуспеть» означает прогрессировать в чем-либо. Когда нам что-то удается, у нас что-то хорошо получается. Например, мы можем преуспеть в изучении языка, преуспеть в науках. Это значит, мы имеем успех в изучении. У нас это очень хорошо получается. Выражение «приложить силы» означает постараться в чем-либо, достигнуть цели или успеха в чем-либо. Например, можно сказать, ты должен приложить все силы в изучении языка. Этим мы хотим сказать, постарайся в изучении языка, добейся успеха. Если мы чего-то очень сильно желаем, то у нас это и получается. Но нужно, конечно, немного потрудиться, поработать над этим. Синека обращается в письме, то есть пишет своему другу, что нужно поспешить использовать возможность, пока ты молод, пока мозг работает, и пока у тебя есть мотивация и желание. Нужно учиться, так как в старости процесс обучения происходит сложнее и медленнее. Если мы изучаем иностранный язык, то в более позднем возрасте, я имею в виду в пожилом возрасте, процесс обучения происходит сложнее. Слова запоминаются медленнее. Информация воспринимается уже не так быстро, как в молодом возрасте. Ну, а если мы сейчас тренируем свой мозг, то это поможет нам в дальнейшем, а именно в будущем, улучшить свою память, свое внимание и мышление. Вот мы и подошли к концу нашего выпуска. Не забывайте, что транскрипцию и викторину с вопросами к тексту вы найдете на нашей странице Russian in Context. Если вам понравился наш подкаст, оставьте свои отзывы на нашей странице, на YouTube или на Spotify. Напомним наш девиз. Русский что, где, когда. Что? Учи русский язык с темами и подкастами, какими хочешь и что хочешь. Где? Учи русский дома, в машине, занимаясь спортом, на прогулке, а именно, где хочешь? Когда? Учи русский утром, днем, вечером, в любое для тебя время, а именно, когда хочешь? И напоследок. Для размышления. Еще несколько строк от Синеки. Мы не осмеливаемся на многие вещи, потому что они тяжелые, но тяжелые, потому что мы не осмеливаемся сделать их. С вами была Ирина. До скорой встречи!